Этот день, 31 января, вписан в историю нашей области особыми строками. Ровно 74 года назад состоялось пленение генерал-фельдмаршала, командующего 6-й полевой армией вермахта Фридриха фон Паулюса. И сегодня волгоградцам показали один из самых известных моментов в истории Великой Отечественной войны. В музее памяти в здании Центрального универмага состоялась военно-историческая реконструкция, приуроченная к памятной дате. За историческими событиями наблюдал и наш корреспондент Максим Ахметов. Доложите фельдмаршала прибытии советской делегации и пригласите его в эту комнату для ведения переговоров лично с ним. Советская кинохроника не запечатлела моменты, когда генерал Ласкин с небольшой группой советских солдат и офицеров спустился в темный подвал Центрального универмага. Все было слишком стремительно и неожиданно. Реконструкторы восстанавливали этот исторический момент по воспоминаниям очевидцев и участников. Начальник штаба 64-й армии генерал Иван Андреевич Ласкин, один из первых, увидел фельдмаршала Паулюса. В тот момент он не забудет никогда и отразит его в своих воспоминаниях. Командующий 6-й полевой немецкой армией был высокого роста, подтянутый, выхоленный. Но взгляд его был уставший, а лицо бледным. Именно в тот момент немецкий военачальник произнесет свою легендарную фразу «Фельдмаршал Паулюс сдается Красной армии в плен». Это фактически поставит финальную точку в истории 6-й полевой армии. Паулюс станет первым фельдмаршалом вермахта, который сдастся советским войскам. До сих пор нет однозначно ответа. Либо он решил сохранить жизнь своим солдатам, потому что понимал бессмысленность всего этого сражения, потому что окружение было плотным, котел был. Ну и еще в момент они все погибнут. Либо он струсил, не знаю. Роль Фридриха Паулюса Андрея Сандалов играет уже несколько лет, и все диалоги знает наизусть. Но детали реконструкторы продолжают воссоздавать каждый год. Изучают архивные документы и литературные источники. Много взято из воспоминаний начальника штаба 64-й армии Ивана Ласкина. Его биография малоизвестна, хотя именно он руководил процессом переговоров и внес значимый вклад в историю Сталинградской битвы. Он был вскоре арестован. Он находился в заключении под следствием. Правда, потом был револютирован, что он занимался очень активной просветительской работой, особенно среди молодежи. Не привлекая к себе очень много внимания, а ведь, казалось бы, такая персона, да, человек, который взял Паулюса в плен. Реконструкция – это не просто театральная постановка, говорят организаторы, а возможность узнать что-то новое. Зрители увидели фрагмент обычных будней одного из немецких госпиталей, находившегося здесь же, в подвале универмага. Чтобы сделать сцену более реалистичной, актеры учили команды на немецком. Это мало кто знает, что даже и в Сталинград в окружение также попали и медсестры, то есть женщины. То есть у нас традиционно считается, что, наверное, только в Красной армии были санитарки-женщины, но и в немецком государстве также гражданская организация «Красный крест», которая была очень многочисленная. Руководство Третьего рейха Фридриха Паулюса заочно похоронит, равно как и всю шестую полевую немецкую армию. Но Паулюс отправится в плен, где проведет почти 20 лет, присоединится к антифашистскому движению и станет главным свидетелем на легендарном Нюрнбинском процессе. Максим Ахметов, Юрий Комочков, Вести, Волгоград. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова